Начать совещание решили с приятной ноты. Сходу, не присев, глава вручает грамоты. За хорошую работу в межсезонье награждают руководители здравниц. Заполненный санаториев играет на руку не только им самим, но и городской казни. Особую благодарность выразили руководителю Южного взморья. За короткий срок Ивану Фагильзангу удалось не просто уберечь санаторий от банкротства, но и организовать круглогодично почти стопроцентную заполняемость. Кадровые изменения. С этого начинается официальная часть совещания. На руководящей должности назначены Сергей Юрченко, новый замглавы по вопросам Олимпиады, и Жанна Григорьева, руководитель департамента по подготовке к зимним играм. По распоряжению главы города уже несколько лет все объекты показа в Сочи должны быть открыты для свободного посещения граждан. Но, как выяснилось, не все памятные места соответствуют этому правилу. Причем иногда не по своей воле. В такую ситуацию попал, например, сад-музей Дерево Дружбы. Проход на его территорию ограничила администрация санатория «Золотой колос». Табличка на заборе, которая разрешала проход в сад-музей, сейчас завешена. А рядом с ней висит другая. Попасть на территорию Дерево Дружбы не смог и председатель молодежного парламента. С этой проблемы он и начал свой доклад на совещании. В качестве доказательств молодые люди готовы были предоставить видеозапись. Руководитель санатория «Золотой колос» долго отнекивался, но его самоуправство и неподчинение местным властям должны быть наказаны. Провести расследование, почему это происходит и возбудить уголовное дело. Хорошо? По итогам совещания в прокуратуру поступит не только это заявление, но и другие в отношении администрации детских санаториев «Смена», «Пионер» и «Колос». Последняя проверка показала, что в одном небезопасные пляжи, в другом плохая санитарная обстановка, а в третьем вообще на территории работает дискобар со спиртными напитками, а часть пляжа занимает техническая зона. Играться тут не с чем. Поэтому по всем этим объектам Олег Валентинович и Сергей Павлович подготовить заявление в прокуратуру и УВД на возбуждение уголовных дел. Отнекиваться и кормить обещаниями, говорит глава города, больше не получится. За нарушение неподчинения местной власти руководители могут получить большие неприятности законом.